уважаемые владельцы наших питомцев если вы хотите чтобы я вам рассказал что у вас на том или ином исследовании надо мне это исследование прислать да это кажется банально но на самом деле почему-то присылают скриншоты какие-то фотографии еще что-то там не пойми чего но только не сами исследования и даже присылает непонятно зачем заключение то есть прошивают у меня что я думаю по какому-то исследованию при этом присылает мнение кого-то другого человека чтобы я высказал свое мнение по насчета мнения то есть вот поэтому хотите чтобы я дал консультацию по исследованию надо прислать само исследование они скриншот или заключение по этому исследованию. Первый пациент у нас из Волжска. Это кошка. Ей 14 лет. В анализе хроническая болезнь почек на момент поступления в клинику 10 дней не ела. Кормили принудительно. Последние пару лет кашель. Принимала преднизолон. Интересно, какая у нее была проблема с какая у нее была, собственно говоря, проблема. Почему она кашляла-то? Это же очень важный вопрос. Да? Так. Так. Это же важный вопрос. Почему она кашляла? У нас нет рентгеновских снимков, есть только фотографии рентгеновских снимков. Но это тоже очень важный момент. Какой там был диагноз? Так. И в чем у нас вопрос? Назначили КТ. Ну, конечно, надо КТ хорошо. Креатинин высокий, мощь вина огромная. Поместили кошку под кислород. Через 2 часа началась рвота. Вот. Вели трамадол, сиреню. Подскажите, пожалуйста, при установленном, неустановленном диагнозе, можно ли вводить такие обезболивающие? Так, надо диагноз устанавливать. Понимаете, врач находится в такой ситуации, что вот он идет на установку диагноза, да, что ему надо определенное действие сделать, да, для того, чтобы установить диагноз. и он не знает, что происходит. Он видит, что кошка мучается, и у него, и он начинает делать вот это все. Вот и все. И мало кто из врачей в состоянии объяснить владельцу, что лучше ничего не делать, и сам, на самом деле, понимать, да, что лучше делать ничего. То есть я бы не стал делать ничего. То есть, вот если ситуация такая, у меня нет диагноза, да, там, владельцы почему-то не хотят делать диагностику, ну, как бы, я бы делал ничего. Потому что таким образом бы я дал возможность кошке самой поправиться. Вот и все. К сожалению, большинство владельцев так не делают, да, знаете, почему? Потому что, потому что, ну, потому что владельцы хотят, чтобы что-то было сделано. И большинство врачей, они в состоянии просто объяснить владельцу, что давайте мы лучше не будем имитировать действия, а давайте мы будем все-таки что-то делать. Вот и все. Поэтому прав врач или нет, ну, я бы просто не стал ничего делать. Нет диагноза, нет лечения. Вот и все. Поэтому, как бы, вот так вот. по поводу болело у нее или не болело, это очень такой. Использовать эти препараты, ну, я, например, против того, чтобы использовать препараты вообще ли у какие-либо, без диагноза. поэтому нет диагноза, нет лечения. Вот и все. Вот такой вот вариант. Я бы не стал бы делать ничего вообще. Да? Почему? Ну, потому что, если ты не знаешь точного диагноза, то твои действия будут точно неверные. Вот и все. Да. Она полная, что ее с КТ, она полная, когда приобрелась криотинин, и ученик. А это полная, когда приобрелся, вы говорите, КТ, и теперь показать все. Вот у нас была собака, у которой был 700 креатинин, у нее, оказалось, что у нее нет оттока мочи, если бы мы ей не сделали КТ, причем мы сделали и МРТ, потому что она не ходила, да, и КТ, кстати, где будет ли видеозапись вчерашней инвекции. Вот. Можете потом посмотреть эту видеозапись, я там еще подробно про это рассказываю, да. И мы сделали много раз ИКТ, и МРТ, мы установили диагноз и вылечили таким образом собаку. Если бы мы этого не сделали, то варианта вылечить ее бы не было. Ну а что же делать? Ну, просто так у нас получается, что нет диагноза. То есть, так у нас просто нет диагноза. Вот, кстати, по поводу этой лекции, буквально недавняя хирургия мочеточника, вот собака, можете зайти на мой канал, посмотреть, называется лечение мочеточников и как мы восстановили почки собаки. То есть, если вы посчитаете, сколько мы КТ сделали этой собаке, да, для того, чтобы... А у нее кретинин вообще 700 был. мы сделали МРТ, сделали КТ, вот, восстановили ей почки и так далее, и так далее. Много чего сделали, короче, мочеточники перешили, прикретинин и 700. Ну и так вот, вылечили собаку, сохранили ей жизнь, и вот, потому что мы знали, что мы делаем. Поэтому, бояться поставить диагноз, ну, это, по большому счету, неправильно, потому что иначе ты не можешь помочь. Ну и, собственно говоря, в этой ситуации так и произошло. Вот. Болезнь. Короче, надо, 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 надо бояться болезней, которые уже наступили, а не проведение диагностики, которая может навредить, а может и не навредить. Но болезнь уже навредила, вот. Потому что, хроническая боль она уже привыкла к этой боли они показывают боль когда она острая то есть за хвост ущипнул вот она показала когда боль хроническая постепенно нарастающая долго 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 ее сложно распознать просто потому что ну просто потому что она долго и кошка или собака наш не понимает что можно обратиться к врачу и от этой боли себя избавить вот существенно да но чего на кашлял это кашляло это симптом а чем она болела да если у нее было астма это астма это диагноз уже какой-то но кашель это симптом они болезнь поэтому проходила ли болезнь самая либо это было влияние преднизолона мы можем могли бы знать когда бы у нас был диагноз диагноз астма хорошо насчет да действительно при этом данное заболевание принял указывал эффект но у нас нет диагноза здесь какие-то симптомы до фото рентгеновских снимков которым одна доля там зачем-то запомнила может быть баре давали может еще что-то поможет быть минерализация легкого ну просто не доделали диагностику вот и все просто кашель это симптом а диагноза к сожалению не было так мог бы ты был приступ астма если бы у нее была поставлена диагноз астма то есть могли быть у нее было ли быть у кошки астма могла могли быть это быть ухудшение да могло но диагноз это не было в этой проблема то что какие-то диагностические манипуляции они же делаются для того чтобы было адресное назначение лекарства не просто так чего-нибудь как-нибудь для чего-нибудь но то есть что-то придумали потом чет назначили потом концов не найдешь что зачем сделали результате получается мертвое животное вот еще потому что нет ни одного диагноза какую-то диагностику да и получить какой-то диагноз вот все а это все фантазии бессмысленные то есть это мир фантазии приводит к гибели наших питомцев вот есть мир реального лечения реальной диагностики есть до диагноз придумали нафантазировали лекарства придумали ничего в результате и поэтому как бы вот такая ситуация там есть явные поражение легкого на снимке дальше провести диагностику может там опухоли были банальные нам такое что же может быть просто непонятно когда это был снимок потому что нет никаких дат потому что надо в диком формате присылать там видно дата то есть почему диком формат важен да они не фотографии снимков даже не снимки даже просто фотоснимку потому что ничего не посмотреть никогда было не ну то есть у нас как кошка с непонятными известными заболеваниями делали препараты которые мешают боль могли они вылечить с кошку нет конечно чтобы диагноза не было для нас решили не ставить ну вот вот результат то есть вот все все как бы то вас еще пациент у нас какой значит пациент у нас британец каспер 14 лет из санкт-петербурга был здоров активен вдруг загустил стал уходить спать на порог через две недели стал остыкаться головой он проемы прибыть прыгать мимо стула насколько сетчатки к развлении под нее давление высокая так значит у нас есть комментарии термолога тупо не что а стойкость сетчатки повышение артериального давления и правильно нужно лечить проблему они глаза значит надо просто выяснить причину повышение давления причина повышения давления у кошки может быть несколько том числе например опухоль над почечника да например у болезни почек потому что просто симптом то есть а слойкость сетчатки данном случае это просто симптом какого-то заболевания вот ну и соответственно надо провести диагностику какая диагностика в данном случае надо выяснить почему кошки высокое давление да то есть это кардиолог это нефролог и по большому счету поискать на образование надпочечников потому что иногда видно на узи иногда не видно на узи поэтому почки надпочечник непонятно вот чтоб царя вас просто очевидны надо искать причину причину повышения артериального давления то есть найдете причину от реального давление поможете кошки да 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 так себе ползи нет это ничего и там нет я видел да на узи написано что нет она когда лучше вот поэтому как бы в этом смысл да то есть в первую очередь надо искать причину то есть если есть симптом слойка сетчатки это симптом причина высокое артериальное давление от слойки сетчатки а в повышении артериального давления если какая-то причина из них болезни сердца болезни почек на образование например на фиохромоцитома она может быть маленькая быть да не можно как бы если на узи не нашли ну как бы не нашли не нашли начинают дальше искать вот и все надо в болезни искать они симптом лечить но надо заниматься не тем что видно а тем что не видно потому что то что не видно чаще опаснее то есть наши отчеты отвалилась слоилась до почему то есть артериальное давление она быстрее убьет кошку чем оставившаяся сетчатка кошку не убьет а вот основная болезнь с очень высокой вероятностью может убить кошку на потому что все из все те которые возможны болезни они смерти имеют смертность сто процентов наличие или отсутствие глаз кошку не убивает а вот арты высоко артериальное давление по причине например фиохромоцитома смертельно вот и все все просто то есть так приблизительно все происходит поэтому что увидели давай лечить глаз да а то что там опухоль надпочечника и давление высокое и там или образование в головном мозге и так далее ну это вот не увидели конечно да можно снизить не он не устраняет я бы нормально вот она василию правильно написал терапевт нужен любой вот который дает причину то есть нужно найти причину артериальной гипертензии и прям вот та которая прям точно есть и они только они только просто вот брать убирать там давление да но судя потому что сетчатка стоила значит либо причины неправильно наде на и либо лекарства даже которые симптоматическая контроль давления существует как симптоматический контроль давления но значит я другая какая-то причина либо симптоматический контроль давления неэффективен то есть очевидно где-то что-то не доискали то что артериальная гипертензия есть это уже уже смертельная болезнь само по себе самой по себе давление то есть слава богу что это самое отслоила сетчатка а не кровоизлияние в мозг и тогда или разрыв сосудов какого-то важного ну то есть это же очевидно уже есть но артериальная гипертензия само по себе может отправить кошку на тот свет просто за счет того что просто за счет того что высокое давление сосуд порвался в головном мозге и вот тебе и или болезнь сердца какая-то да там еще что-то но там все хромоцетона нет смысла полировать фары в машину которые нет двигателя мужичок выпал артериальная гипертензия тем более пород такая да ближе мужичка вам пожалуйста одна из самых причин частых причин у кошек как раз высоко артериальное давление вот вам и все сетчатка слоилось давление высокое внутричерепное вот мажечок и выпал вот тебе и все вот так вот и свяжу в сетчатке кровоизлияния да но такая сетчатка по факту это продолжение мозга головного да то есть прям непосредственно близости лучше искать реальную причину и устранять ее вообще не заниматься глазами конечно поэтому они в том помещении где они находятся они естественно надо искать основную причину так причину искать все сводится к поиску реальной причины до терапевту прийти который будет это делать по замок этому кругу начинается давай ставишь пациенту я уже рассказал 23 сказал 5 сказал но уже понятно что я вам объясняю вам надо искать реальную причину болезни причину артериальной гипертензии вот что надо делать вот и не знаю как еще сказать могу так сказать могу так сказать надо искать причину высокого артериального давления . вот все как еще сколько еще они заниматься фигней всякой рассказал 20 305 сказал 5 сказал васильева сказала надо 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 это это офтальмолог сказал что надо сделать нет мы будем восстанавливать заниматься фигней и ну а вот фарами почистили мотор не работну фары почистить надо вот или еще там удаляешь опухоль мозга а вы можете как как бы точки почистили там подрезать и надо смотришь на я не знаю как объяснять ну я не знаю я столько лет работаю но вот вы вроде по-русски разговариваем могу на украинскому и разговаривать и может по на английскую и ночь или что как пока по китая по китайски на ножи причина же но не точная достаточно затость попал факту симптом так причина нету я не решил что идиоты я кстати это ваши слова я вам объясняю что найдите причину и контролируйте давление почему пара давление высоко из того что прислана непонятно почему высокое давление непонятно вопрос другой вопрос объясняю вам я не вообще не настаиваю ни на чем ни на какой не опухоли вообще ни на чем я не настаиваю просто это один из вариантов я ни на чем не настаиваю я объясняю по-русски по день не русский да поэтому ему кажется что это и есть болезнь на да понятно не настаиваю ни на какой диагноз я стараюсь не диагнозы не говорить да почему именно потому что если я скажу диагноз владелец начинает думать что я думаю что это вот этот не диагноз да вот это я почему да мне всегда владельцы спрашивают а какой а что и тут может быть евре не скажу потому что а начинают думать о том что что это и есть это этот диагноз вот вам просто покажу чтобы вам было понятно по поводу диагнозов сказал что это что этого опухоль да но я же говорил что это то есть вот смотрите вам один симптом да вот вестибулярные нарушения один забудь столько то есть вот по по поводу артериальной гипертензии вот этот список вот этих диагнозов еще выше еще больше мете это что сказал один из там двадцати тридцати вариантов возможных мне надо к нему при это самое при что это я сказал что тому да нет твой не говорил можно ли его восстановить если вы не знаете причину по которой она отслоилась а исследования какие можно провести это этому конкретному коту чтобы выяснить что у него может быть причиной отслоения сетчатки то есть вы его приходите приварить артериальное давление высокая и будет опять кровоизлияние потому что вы ничего не сделали для того чтобы нельзя восстановить вашем случае восстановление у кошки нельзя невозможно то есть если вот так знаете почему потому что ничего не сделано с артериальной гипертензии невозможно ничего восстановить и не будет ничего восстановлено и не будет видеть кошка никогда почему да потому что ничего не сделано для того чтобы устранить причину ничего говорит причину нефролог установил почечную недостаточность соответственно все значит ее надо контролировать как вы если давление высокое давление сейчас высокая высокая как то самое артериальное давление высокая высокая то есть насчет те препараты которые вы используете неэффективны значит либо причина не то либо доза не то вот и все пока она будет высокая никогда вы не восстановите зрение тоже очевидно говорят вы просто злой конечно я думаю все твами ясно вы просто злой владимир валерьевич очень сложно объяснять несколько раз одно и то же разными словами но это правда сложно я точно на приеме делаю каждый день по помогу раз на реальном приходит тут одна голова такая у собаки до решая болит я знаю что и болит я говорю ну мы же не знаем что по причину почему у нее болит шея я знаю она там пять лет назад перекуверкнулась через шею то есть чек даже не вот бесполезно такие с ассистентом смотрим друг на друга то есть пять лет она не может дойти до мрт сделать мрт шеи этому и она думает что что то что собака перекуверкнулась это и есть болезнь и ничего не сделать ничего то есть и сама знаю что виши болит и и она и причиной нужно найти причину почему она болит а в ее голове в его голове хозяйки причина того что собаки болит шея то что она перекуверкнулась объяснить человеку что то что на перекуверкнулась и что-то произошло в шее это и будет диагноз бесполезно то есть и кучу врачей пять лет это объясняют бесполезно ну ты не ничего так она не пошла на мрт так собака уже кривой шеи уже и ходят и постоянно периодически она у нее болит и ничего на дети говорят спросили у доктора нужно ли мрт им сказали что нет необходимость вот и все это я вообще приматы ничего не говорили мне не им они говорят что мы спрашивали у врача нужно ли мрт я ничего не говорили да ну видимо они думают что а может нужно и может вы скажете нужно мрт доскинале мне смотрим животное что какая скажу нет конечно но если уж искать опухоли то у кота и вообще делают мрт ну и там артериальные сосуды видны лучше естественно на к ты но если речь идет о сосудах и об опухолях и там большую часть видно все-таки на к ты вот и все зло я просто эмоциональный 100 10 приемов там 15 людей не бывает приходит бабушка не раз такой надо удалять нифига себе то есть бывают такие два слова при вас привычнее когда скажет а почему не опухоль да и начинают вы так хрень занимает можно полечить таблетками бывают люди вот такие но может быть сама есть кто-то упадает причем не врач так надо удалять такие ассистентам бабушки медаль награды медаль удалили медиома все хорошо понятно окошки все замечательно вот людей которые так вот полуслова понимают что им говорят это очень сложно мы а мы говорим то одно и то же мы же все слова у нас одинаково посмотрите по каналу даже это же просто фраза которые каждый день вы что много раз это штампы просто бем-бем-бем-бем-бем-бем и на 1 штамм да понятно понятность опухоль мозга начнут удалять очевидно а кто-то начинает ум и какой прогноз какие гарантии господи да ладно следующий пациент у нас и стамбовом черного стамбове прервусь там вот владелец пишет нужно общайтесь уважительно все что мы сделали за своего кота боремся и задали вам прямые вопросы а вы тут же обрекли животное потому что вы похоже животных не любите вы за помощью обратились вы за помощью обратились и вам дают рекомендации что можно сделать дальше но если владелец любой настаивает что ему нужно именно то что он хочет то ему очень сложно получить помощь главное его животному очень сложно получить помощь потому что вы хотите делать то что вы хотите у вас нормальные правильное значение вам нужно наблюдаться у терапевта давление у кошек это его даже измеряют за один раз кошки измеряют давление 5-6 раз и выводят среднюю должна быть определенная обстановка чтобы получить какие-то объективные данное давление вы просто хотите лечить своего кота так как вы хотите и тогда вам мало кто сможет помочь коту вашим мало кто сможет помочь вы хотите чинить ему глаз может вы найдете кого-то кто будет чинить ему глаз ну я бы не стал чинить глаз я бы начал я бы я бы искал бы если бы это был мой кот я бы собственно говоря делал то что надо искал бы причины не занимался фигней да реально бы всегда был мой мой код вот на код simba из тамбова я люблю животных я поэтому здесь и сижу я по им по реально помогаю и вот эти очень агрессивные люди они обычно переходят потом всегда на нападение вы не любите вы плохой вы то есть послать три буквы таких хочется просто вот реально вот вот и все и обычно так и дело пошел вон вот так вот из приемного кабинета и и так тоже делаю значит кот simba следующий пациент у нас два года и истамбул а прислали свой случай 10 апреля когда стало ощущение так опущено ухо не до конца смыкались фейки морем кота у кота то смеется и анафталь похоже делом синдром хорнера причина синдрома хорнера это может быть от глаза до среднего уха среднее ухо или практически до 2 грудного позвонка то есть обычно таким пациентам делать мрт головы и шеи ищут причину синдрома хорнера вот и вообще вопрос врачи не знают что с ним назначают что ничего не сделали потому что не сделали никакой диагностики городе нет никотения мрт и сделали и рибоксины и снимать с имитировали есть это четкий симптом вы четко определяется он четко находится и прям это самое вам надо идти делать мрт то что я вам сказал голова шея и начало груди чем раньше вы это делаете тем лучше если вы думаете что каким-то чудесным образом вам поставить диагноз по анализам крови то нет этого точно не будет то есть и вот и все то есть точно не будет улучшения точно не будет выздоровления от вот этих чудо действенных препаратов которые ничего не лечат иммунофан ничего не лечат блокадами нельзя вылечить никакое заболевание рибоксины и глюкоза понятно не лечение поэтому у кошки четкий симптом с четким показанием и с четким определением зоны поражения поэтому взять кота и не имитировать действия то что у вас тамбове нет какая мрт то и москва и сейчас в любом практически большом крупном городе есть помогу март и даже да там в москве много и в питере много и в казани и там самаре той же самой да там сели машину съездили сделали поставили диагноз и лечите диагноз 3 болезнь да и имитируете все у вас зона понятное все очевидно и надо брать и идти делать надо ехать туда где есть диагноз конечно а зона вас очевидная такси пациент значит русско русская салон это такая собака там есть видео у нас похоже на ершевского терьера внешне нет видео кстати там вот такой большой файл и на сейчас скажу на какой странице это на самом деле видео это не сразу можно понятия но как картинки сейчас откроем вот где история болезни анализы вот эта страница это все видео можете их открыть так 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 какой делаешь так скажу ну аутоиммунная гемолитическая анемия был было как сделано котенка поиск еще есть диагноз неподтвержденный я так понимаю язвенный колит лечение назначено собаки лучше не становится понятно симптомами поражения неврологические как надо 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 люди вижу да просто она же не из-за этого эти симптомы но я бы стал дальше это правильный правильный вас ваш подход до искать дальше колит я бы не исключите дальше делать мрт ищите причину ну к не найдете причину болезни результаты не будет а в солнышке какой город казани собак солнышке должны буквально ну значит надо в солнышке в солнышке и дальше происходит проводить диагностику там мрт и есть явная таксия явные есть симптомы да и по-любому надо знать причину не сто процентов такси нападает просто лечение будет совершенно другое ну здесь понятно надо явно атаксия явное поражение надо идти и проводить дальнейшую диагностику еще понятное очередно ну да дальше следует так следующий пациент не так соумка 8 лет из москвы с 21 апреля у нас непрекращающаяся круговерть с лечением круговерть с лечением диагноз где-то сам виду термоциты упали симптомы какой а симптомы это показатели крови тут такой случай когда по показателям крови доктор назначил лечение собаки но владелец боится что лечением собаки можно навредить потому что проблемы с кровью были и раньше с анализом крови и собака справлялась с ними самостоятельно то есть она самостоятельно приходила в себя все показатели самостоятельно приходили в норму я так понимаю что владелец находится в замешательстве потому что собака вот допустим сейчас она чувствует уже совсем себя хорошо и назначенное лечение боится владелец применять просит посоветовать хорошего опытного доктора наверное гематолога надо у нас вообще непонятно чего собаки то были не в первой у нас кучки исследований куча анализов еще что-то у нее постоянно гуляют анализы показатели в анализе крови как роботы и ликоциты мак чё делали что собак что собакой но в это время она чувствует наверное себя не очень хорошо она потом восстанавливал не то и что ты не учишься чуть ничего все симптомы имеют название они все называются вот очевидно например вот кот был перед этим да вот и стамбула вот у него синдром хорнера понимаете но у него вот этой собаки тромбоцитопения нет это же не симптом а и у меня сегодня маленькие тромбоциты я сегодня себя плохо чувствую что с собакой что с собакой я про собаку я не спрошу сегодня с ней все хорошо она бодрая веселая гуляю что было появились бледные пятна магнитные бури магнитные бури вспышка на этом самого нежели простой вопрос что с собакой собакой что просто вот владелец наш смотрит он владелец смотрит и собакой что клинический анализ крови клинический анализ тромбоциты что с собакой решение что по-китайски за спрашиваешь ну да тут нет про состояние ничего что с собакой что происходит с собакой ничего нет собака низкий тромбоцит поэтому еще не низкий тромбоциты поэтому они тоже будет симптом блин я даже не знаю как нужно понять что с собакой ну что и хронической гноиды воспаления там на пол спины и там еще что-то там при этом владельце сказала что будет смотреть эфир ну вот может быть она сейчас напишет что с собакой круговерсия лечения вот тут вот я кроме бледных пятен 10 марта не вижу чтобы а она это опять же поносы рвота были на метипреде то есть надо сделать анализов анализов а потом тромбоцитопения пишет владелица это диагноз а с собакой то чего собакой напишите пожалуйста в комментариях с собакой как ну бываешь ли желание симптомы видно что жалуетесь даже жалуетесь на тромбоциты жалуетесь что ну на что уже не знали что у собаки проблемы с тромбоцитами лейкоцитами наверное у нее было состояние какое-то что вы решили ее к врачу отвезти это очень много слов ну может честно пишешь мы были другу и прихожу к врачу пишите у меня зуб болит о у вас там кариес но собака не может идти искать блин доктор металл вот чтобы сказала собака если бы пришла к доктору вот так можно пока пока да было тромбоцитов 0 а как вы об этом узнали случайно или это не случайная какая-то находка была выраженная лейко лейкоидная реакция да а что такое лейкоидная лейкоидная реакция это что-то что видно в лабораторных исследований конечно ну это типичный случай случай лечения анализа выяснить что с собакой все в порядке то как вы выяснили что у нее все вот эти вот тромбоцитопения ноль тромбоцитов 21 апреля появились кровоподтеки где а как то это сказалось на самочувствие собаки появились кровоподтеки и из-за этого пошли искать причину возможно тогда вот сейчас собаку лечат сейчас скажу эндексаном и владелец пишет я очень боюсь продолжать делать эту химиотерапию и что после лечения собаки плохо то есть если правильно установили диагноз и были действительно реально кровоизлияние и наконец-то мы случайно значит все эти показатели крови у собаки выявили случайно в него и не случайно но если кровоподтеки то есть вы пришли пришли к врачу врач видит о кровоподтеки а сюда ли у кого собаки кровь не сворачивается и пошел делать анализы и поставил такой диагноз и назначил лечение которое оказалось эффективно которое надо продолжать вот вот на самом деле вот так все получается все его надо и но соответственно если это это диагноз и есть назначенное лечение начнем просто и надо начать все продолжать все больше ничего не данным случае не надо делать владелец боится продолжать именно потому что раньше все приходило в норму сама по себе ну когда-то какой-то момент проходила теперь не проходит лучше продолжать все таки ну да раз вы пишете что сейчас собака в полном порядке бегает гуляет радуется значит это лечение она не было лишним поэтому да следующий пациент из кировска сибаин уроки девять месяцев того мини активный больше лежит включились лечить собаку нормально вам его лечит и еще мы сейчас про таксу до предыдущего вот стал мини-активен больше больше лежит сидит библия и таз неправильная постановка так надо симптом а у нас есть видео так надо нам понять где у собаки боль ну диму ну давайте чем и 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 Да, не очень сильно понятно. Ладно. Тестер Талани положительный. Вот. То есть, ну, еще бы с ним прислали бы. Я бы подумал о том, что там воспаление в суставах. Собака мелкая, и так, чтобы у нее прям реальная диспозита заберенности суставов как-то влияла, это маловероятно. Я бы подумал бы о том, что у нее воспаление в суставах. Пытался бы поискать причину этого воспаления. Головка не покрывается правильно. Ну, не покрывается, да. Немок, конечно, чуть-чуть так повернутый. Но все равно, я бы поискал причину воспаления внутри сустава. Скорее всего, в этом противном. Потому что это маленькая собака. А как ее найти? Цириактивный белок и синавиальную жидкость обычно берут. Ну, все. Уже, уже, тотальное протезирование. Ну, уже. Не надо никакого, тотального протезирования. Надо нормально собаку полечить. И будет нормальная собака бегать и всю жизнь свою проживет совершенно нормально. Владелец пишет, боль при отведении суставов, наверное, при отведении конечностей. Ну, да. И спрашивает, есть ли остеоартроз. Нету еще. Так 9 месяцев невозможно. Ну, скорее всего, воспаление в суставах. Не по причине дисплазии, а по какой-то другой причине. Вот, это все. Никакой, никакой операции здесь вообще не идет. Затровать. Когда будет, кстати, лекция вчерашняя? На этой неделе, значит. Будет раз во второй раз спрашивать. Да, там просто как раз похожий случай. Можно восстановить полностью. Практически полностью разрушенный сустав. Просто физио... Просто ограничением движения и... Короче, в вашем случае надо выяснить причину воспаления в суставах. И она не дисплазия. Из Кировской, кстати, доберман был. А, у вас был как раз в лекции. Да, да, да. Вот. Ладно. Там просто более подробно я об этом рассказываю. Что практически полное, тотальное разрушение сустава. Сейчас быстренько я вам скажу. У собаки. То есть здесь вообще сустава не было. Вот собака это не ходила. Ну, чтобы просто вам было понятно, из какого можно восстановить сустав. Просто если, ну, не ходячая атрофированная лапа, от сустава нет ничего, от кости и таза нет ничего. Занимались всякой фигней. Назначали всякую фигню. Гобопентины и амантодины. Мы сделали и артроскопию. Это вот собака, где-то через месяц. Никаких НПВСов, никаких препаратов она не применяла, кроме антибиотиков. Вот такая собака. Где-то зимой начали лечить. Это вот сейчас собака. Пару дней назад. Поэтому, то есть тоже из Кирова. Спрашивают, видно ли по рентгену, правильно ли сформирован сустав? Когда задают такой вопрос. Смотрите, дисплазия тазобедренного сустава – это неправильное формирование тазобедренного сустава. Дисплазия тазобедренного сустава – это нестабильность тазобедренного сустава, в результате которой развивается хроническое воспаление и остеоартрит то есть дисплазия тазобедного сустава не имеет никакого ничего общего с недоразвитием сустава то есть сустав разрушается в результате нестабильности нестабильность и и дисплазия вот в этом смысл и дисплазия ставится по симптома по руками не по не по рентгеновскому снимку на самом деле это очень сложно долгий вопрос да но если коротко то дисплазия это забедренного сустава не имеет ничего общего с генетически обусловленный с генетически обусловленным не до развитием сустава то есть короче недоразвитие сустава никакого отношения дисплазии не имеет а дисплазии не имеет ничего общего с недоразвитием сустава вообще понятно очень дисплазия это слово которое случайно стали использовать в отношении к это забедренным суставом недопонимая сути болезни а это мелкая собака поэтому поэтому как бы без разницы искать воспаление причина воспаления вот и все вот и все я ничем выбирать ну какой вариант пойти собака с нормальными суставами и хотят уже головку и и поставить их черт протез закатиться этот мир на и какой прогноз главный важный задать какой прогноз какой прогноз как лечить понимаете прогноз мы же влияем на прогноз вот вот я вам только что показывал на собаку которую с разрушенными костями таза и бедра бедно уже до до шейки дошло до я еще физиотерапию делали самантодином и нестероидами какой мешан был никакого все что надо было сделать промыть сустав да и не давать ей бегать все какое протезирование какое это самое ищите причину воспаления в суставе и все лечить и это в чем могут быть причины воспаления сустава да и не очень много очень много это лекция на два-три часа там только ему на последованные полиартриты их там огромное количество бактерии грибы вирусы это просто это целое целое врач должен разбираться уже вчера врач ортопед на конференции на вопрос в чем причина могут быть воспаление сустава сказал это огромное количество причин если начать их перечислять мы никогда не закончим да вот буквально вчера в городе была конференция буквально вот такая причина огромное количество то есть это ты пациент калеркин через паниель мило 6 лет из липецка насчет полгода за сложные роды закончились кесаревым сечением спустя две недели замечаем периодически странное положение головы и проблемы с данное положение головы с симптом глава наверх симптом не очень понятен у голова вверх и шеи вниз не опускается ну так по видео по крайней мере они снасти без описание врачом так смотр так вот ментальный статус питомцы как сознание так положение голова опущена положение туловища так романта не наблюдается при пациент беспокойство признаков нет так ладно капитации нет некоторое замедление реакции по рецепции нарушена педальными секции сохранены вот норма норма то есть ну шея болит на получается так если у нас есть собака у которой болит шея и у нас есть и мартен надо его посмотреть то есть она вообще у ее это йомерта это точно ее мартен и я не уверена сейчас проверю потому что мне написано что мрт не прислали было только фоторентгену сокровительные ранее ему да да здесь обход голове попала насчет нет протокола мрт есть секундочку да это ее мрт это и мрт в описании у меня его нет потому что его прислали научу только сегодня так просто в чем у вас есть мрт с видимо новообразованием вот на пол головы видно видно вы просто в чем вот вы вот опухоль в головном мозге причем вопрос почему она не удалена еще и но что во что ходит водитель спаси ну собаки вот на образование угла вичу да у нее опухоль владелец говорит давния опухоль у нас приезжайте мы удалим завтра турник вторник завтра ну завтра вторник можно приехать на удалить но если во вторник значит четверг все вы находитесь в липецке но реально ну липецк ну самолет а смотрит и не летает у нас четверг все одно однозначно делать понятен что делать однозначно понятно но если вы не это не сделать это она служит ближайшее время что я уже грижу мозга вижу мужичка вот спрашивает владелец что делать дальше врачи не могут помочь могут приезжайте и можно я могу нужно хирургически я делаю эти операции как я делаю заходите на мой канал смотрите я ходил очень много ну вот и как мы будем делать вот удаление опухоли мозга заходите на мой канал и смотрите вот это все удаление опухоли мозга удаление огромное количество этот моя собака и удалил 16 лет опухоль мозга мышечка на собственную вот владелец почему-то не написал в письме что опухоль есть у собаки мрт я не могу посмотреть я не врач и написал за то что диагноз смещение первого шейного позвонка какого здесь очевидно опухоль ну собаки опухоль головного мозга и надо удалять нам сказали что опухоль в таком месте что удаление приведет к смерти не удаление сто процентов приведет к смерти а это сложная сложный доступ но если этого не сделать она умрет с вероятностью сто процентов а если мы удалим то с вероятностью 80 процентов она выживет как мы это делаем опять же можете зайти на мой канал посмотреть ну просто это не все делают вот как это делается абсцессы удаляем из долговатого мозга вот центральный доступ по долговатому мозгу это вот четыре года назад мастер-класс у меня был харькове как удалять опухоли из долговатого мозга можете посмотреть весь этот здесь пациенты как раз которых я прооперировал если они после операции доступ как он осуществляется как контролируется очень короче большой мастер-класс мысла сейчас его повторять нет доходите внутральный доступ продоватому мозгу мастер-класс паркове четыре года назад на моем канале и смотрите это эту презентацию вот как это делается вот и все поэтому чё тут в общем все очевидно и все понятно чем раньше вы это сделаете тем больше шансов собака останется жива никогда уже дыхание остановилась и давайте срочно-срочно оперировать потому что уже дыхание остановились выводить из клинической смерти вот и все но не все врачи это делают это сложная хирургия нужно я тоже сейчас в очень извините собака сейчас в очень тяжелом состоянии еле ходит чем быстрее вы приведете собаку тем лучше лучше завтра внезапно на четверг все просто следующего четверга может не быть вот этот четверг который будет сегодня на 13-е во вторник 14 16 16 следующий четверг вот у вас есть ну тоже следующего четверга просто может и не быть вот и все следующий пациент сфинс браж тимофей шесть лет есть умением был фронтит все прошло благополучно благодарны начались похожие симптомы слабость периодически замирает и потихоньку ложится и на что ему больно вот координация нарушена видела нашли туда видео нет есть исследовать а нет есть видео контакте видео есть нету нету симптома нету он не бегает туалет норме приспать отсутствие реакции левого глаза на свет на лево щеки вот глаза на дым рт понятно посмотреть глаза предварительный диагноз мы поставили фронтит предварительный диагноз фронтит глаза то почему нет вы имеете ввиду отсутствие реакции да а так не должно быть при фронтите нет дофтальмолога прием ну потому что явных таких уж и прям вот фронтит фронтит 2 же лобный синус сюда и он не заполнен жидкостью при фронтитах он заполняется жидкостью здесь черная черная это воздух либо кость да ну соответственно вот лобные синусы они с воздухом они не заполнены чем-то и признаков воспаления в но здесь тоже нет поэтому надо искать дальше вот лобные синусы они пустые но у них нет ничего это надо искать причину дальнейшую дальше искать причину тех симптомов которые есть тут спрашивают про кавалеркин чарльз поняли что они обязательно приедут не вредит ли сейчас собаки терапевтическое лечение а мес преднизолон фуросимид цифотоксин проблема в том что люди думают что если они что-то делают и это является лекарством то это лечение пока они доедут лечить ли им дальше собаку этими препаратами или нет лечит водители эти препараты просто это никак не лечит собаку никак преднизолон может убрать перифокальный отек то есть отек вокруг он может убрать до больше он не может делать ничего если этот отек его нет вот на образование а вот мозг вот в этой программе и вот в этой программе его можно посмотреть то есть ну то есть то что ну теоретически да там диакарп он уменьшает объем жидкости может быть вы так уже в клинение мужичок уже вон где он же вылез из мозга то есть ну может быть это как-то замедлит и дотянете там до четверга ну поэтому лучше делайте ну то есть диакарп там ну наверное вы дотянете протянете какое-то время пенезолон но отека нет но как бы принципе глюкортистероиды объем жидкости вырабатываем желудочка головного мозга уменьшает но может это позволит там дотянуть до четверга ну как бы делайте вылечить не вылечите она по крайней мере может дотянете до 4 возможно вот вот а тимофей был нашим последним случаем сегодня ну ладно значит по поводу кота надо искать причину какую-то другую фронтита нету а искать каким образом кофтальмологу сходить симптом какой первую очередь 8 глаз зрачок да да то есть исходить из симптома а вот это вот нарушение координации но таксия полуоткрытые глаза нету видео 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 нет ну не совсем понятно так при нам напиши было бы неплохо с собой при осмотре выявили отсутствие реакции левого зрачка на свет и жене флексоугрозы отсутствие мимической реакции припаса левой щеки левой стороны шеи ну ну я бы все-таки офтальмологу показал такси здесь ничего не написано отсутствие левого зрачка снижение флексоугрозы реакция припаса левой щеки все ничего поэтому но фронтит воспаление скопление жидкости должно быть а вот тут нет понятно что если был первый какой-то фронтит дата ну вот вот здесь хоть 10 раз посмотри хоть увеличь но вот лобные синусы но здесь нет жидкости ты хоть и посмотришь и решит убрать еще говорил что у него киаре киаре подобная мальформация и фронтит слева вот мужичок у него смещен это да кстати вот ему хорошо бы то что вот это у него сто процентов но просто нет описания симптома то есть у него мужичок точно смещен но без описания симптома смысла нет смысла на этом говорить потому что до мужичок он смещён если у него есть атаксия и смещённый мужчин мужичок то надо артериальную гипертензию артериальное давление померить потому что вот такая ситуация с мужичком может быть связано с артериальной гипертензией у кошки у кошек то есть да и так она и есть мужичок смещён если есть атаксия надо мерить артериальное давление и искать причину с чего начали то тем не закончили искать причину давление то искать причину вот собственно при первом владельцу до хороший вот пример что бывает при артериальной гипертензии на кошек а его нету но я по крайней мере не увидел может едет музей в силу веха веха хорошо что делали поискать причину нету да а это очень запросто может быть поэтому давление померить выяснить причину почему мужичок смещён если есть атаксия основная причина артериальная гипертензия фронтита я не увидел никакого и узнать у кстати офтальмолога опять офтальмолога может быть у него так не видно свои сетчатки конечно но и надо видно на мрт вот тему симптомы те же самые прикольные с чего эфир начался тем и закончился только здесь владельцы адекватные вот еще первых да кто-то какой-то вопрос пришел не знаю наши эти случаи или нет вы даже не указали кто вас собака кошка какого возраста что было здравствуйте лечим почки назначили мельдоний через месяц язвы кровотечения на члене врач утверждает что не от мельдония что делать делали операцию на диск позвоночника когда это связано надо сходить врачу потому что врать не один врач настоящий реальный ветеринарный врач мельдонии не назначат то есть если некий человек который думает что или может он сам не знает что он не врач назначил мельдоний да то соответственно он а просто вас обманул коротко если так вот еще мельдоний не лекарства ничего не лечат нет болезни которые можно вылечить вот эти к нормальному доктор который поставить диагноз будет лечить болезнь отличный эфир где в комментариях нам пишут одновременно что вас допускать к лечению животных нельзя запрещено и в лучшее спасибо большое даже есть адекватные люди неадекватные да ну как бы вот два кота с 1 на воде сняться неадекватно другой нормально понимает что надо искать причину надо искать заболевание надо у нас и на приемах так надеюсь надеюсь приемов 9 нормальная один один с особенностями это когда да ладно седая до новых встреч